Добрый день, Реал Равилович! Сейчас Вы профессор истории и один из авторитетнейших специалистов. Скажите, пожалуйста, Вы помните свой первый день в университете? Ну, спасибо за большой специалист и историк, и не мне, конечно, судить, но, тем не менее, спасибо. Да, конечно, помню. Я помню, что первый день у меня был очень непростой, он был достаточно волнительный. И были очень большие ожидания, которые, наверное, в жизни подтвердились, реализовались. И это один из самых волнительных дней моей юности, конечно же. Конечно, да. Конечно, да. Ребята уже ждут Вас в студии. Пойдемте? Пойдемте. Добрый день, дорогие друзья! Хайрли кэн! Хайрли дуслар! Мы Вас приветствуем на конкурсе Тархан. Также я хочу напомнить, что в заочем туре нашего конкурса приняло участие более 150 человек, а главные победители конкурса станут студентами одного из лучших и престижных вузов Российской Федерации и Института международных отношений Казанского федерального университета. Сегодня мы проводим шестую игру одной восьмой финала. И я с большим удовольствием приглашаю участников сегодняшней игры. Приветствуем их! Азалия Шириева-Казань, Рамиля Хусаинова-Сарманова, Петр Якимов-Казань, Гульна Сухадинова-Сарманова, Кирилл Карпов-Зеленодольский. Здравствуйте, дорогие ребята! Как настроение? Молодцы! Итак, я с большим удовольствием представляю жюри. Сегодня традиционно у нас Айрат Халитович Тух Ватулин, доцент кафедры истории общественного образования Казанского федерального университета. Сегодня с нами традиционно Ленар Фергатович Абзалов, Марат Салаватович Гатин, доцент кафедры истории Татарстана Казанского федерального университета. Макс Холови ему приписывает следующие слова. Я хочу сделать историю и быть лучшим. Поэтому мне нужно сегодня победить. Я думаю, что эти слова он адресовал прежде всего в ваш адрес. Но прежде чем приступить к этой игре, члены жюри должны с вами познакомиться поближе. Моя любовь к истории началась в девятом классе, когда я перешла в новую школу, благодаря моему учителю Ильфату Халилединовичу. Он очень интересно проводит уроки истории общества знания. Татарстан тариха на махабетные ингредиенты широтта. Минем тарих хам эдебиет ухудшим кифаяхсанам науятты. Ул узынынг шынынг зур устазы. Анан даресары из киткеш кызыклы хам мауктыргашуте. Любовь к истории у меня появилась с пятого класса. Мне было очень интересно знать, как жили наши предки. И все мои педагоги были отличными учителями. И из-за этого мне нравится история. Мою особую любовь ко мне впитала моя учительница истории Кифая Александровна. Если бы не она, я бы не была бы здесь, я бы не была бы в республиканских этапах Олимпиады по истории. Ну, в общем, я ей очень благодарна. Саму историю как науку я люблю с самого детства. Проникался этой романтикой разных эпох. И также считаю, что история дает безграничный опыт, который можно использовать в жизни. Спасибо. Так, ребят, ну что, готовы к конкурсу? Вот у вас в руках есть планшеты. Будьте, пожалуйста, внимательны. На которых появятся вопросы с четырьмя вариантами ответов. Но имейте в виду, что оцениваться будет не только правильность ответа, так же будет оцениваться и скорость. Готовы? Готовы. Итак, внимание, первый вопрос. Укажите правителя, при котором второй тюркский каганат достигает наивысшего рассвета. Эльтериш, Капаган, Культигин, четвертый вариант, Елыктигин. Петр, ты как ответил? Я ответил номер один. Я вот помню то, что я читал. А что ты читал? Ну, историю тюркского каганата. Я помню то, что там, по-моему, Эльтериш был. Ну, может, я не прав. Вот у нас одним из первых ответила Рамиля. Рамиля. Насколько я помню, во время второго тюркского каганата мне запомнилось трое имен. Капаган – это Культигин, Тони Кук и Бельгия Каган. И я вижу один из них – это Культигин. Это Культигин. Правильный ответ здесь – Капаган. Я понимаю, что многие надеялись увидеть здесь Бельгия Кагана. Это тоже могущественный правитель второго тюркского каганата. Но все-таки здесь речь идет именно о Капагане. Но так бывает. Никто баллов пока не получает. Что, переходим ко второму вопросу. Как в исторической литературе принято называть древнее тюркское письмо? Варианты ответов. Руническим, сагдийским, арамейским, манихейским. Даже несмотря на компьютер, я был уверен, что все так и ответят. Первым у нас… Ответил Кирилл. Я ответил руническая письменность. Потому что до принятия ислама в тюркских государствах была руническая письменность. Как раз таки до арабской… Все ответили правильно, ребята. Переходим к третьему вопросу. Итак, какое событие из истории хазарского каганата произошло раньше других? Первое. Путешествие Константина в Хазарию. Поражение войск хазарского кагана от армии арабского полководца Мирвана Ибн Мухаммеда. Третье. Строительство крепости Саркел. И четвертый вариант. Поход Руси на Каспийское побережье. Все ответили. Кирилл. Я помню, что хазарский каганат после поражения от арабских войск переместил свою дислокацию на территорию Болгар. Поход Руси на Каспийское побережье был намного позже, в конце 10 века. Строительство крепости Саркел было тоже позже, но до четвертого варианта. А путешествие в Константинополь я, честно говоря, не помню. Вот у нас Азалия, чувствуется, что перед тем, как правильно ответить, она все взвешивает. Ты как ответила? Я ответила третье, но это была больше надежда на интуицию. На интуицию. Правильный ответ здесь. Поражение войск хазарского кагана от армии арабского полководца Маруана ибн Мухаммада. Это произошло в 737 году, период существования еще Амьяцкой династии. Спасибо большое. Ребят, правильный ответ и далее на этот вопрос с Кирилл и Петр. Четвертый вопрос, да? На какой территории исследователи локализуют легендарную прародину венгров Магна-Хунгария? Вариант ответов в Панонии. Второй вариант в Северном Причерноморье. Третий вариант в Нижнем Поволжье. И четвертый вариант в Степном Заволжье и Южном Урале. Ромеля, как ты ответила? Первый вариант в Панонии. В Панонии, так. Кирилл? Мой ответ был в Степном Заволжье. Потому что, если я не ошибаюсь, венгры тоже под влиянием переселения народов переместились ближе к Европе, где сейчас и находится по данным моментам. Ну, Магна-Хунгария – это обозначение Великой Венгрии. То есть, того места, откуда началось движение кочевых венгров, мадьяров на запад. То есть, Панония здесь не подходит, потому что Панония – это как раз-таки территория современной Венгрии. Ну, и Магна-Хунгария, она находилась в Степном Заволжье и на Южном Урале. Правильный ответ – четвертый. Правильно ответил у нас Кирилл. Сейчас будет последний вопрос. Куда направился сын Кубрата Аспарух после вторжения хазарских войск на Великую Болгарию? Вариант ответов. На берега Кубани, на берега Волги, на берега Дуная, на Апеннинский полуостров. Первым у нас Гульнас первая ответила. Гульнас, как ты ответила на этот вопрос? Ну, на берега Дуная. А Аспарух создал Дунайскую Болгарию, поэтому логично, что он отправился на берега Дуная. Да, у Петра другая логика была. У меня? Да. Я ответила второй, на берега Волги. Так. Но мне кажется, это неправильный ответ. Потому что, ну, здесь, честно, я отвечала просто наугад, если так. Наугад. Да, потому что я точного ответа не знаю. Лидар Фергатович, правильный ответ какой? Правильный ответ, конечно же, на берега Дуная. Правильно ответили Кирилл, правильно ответила Гульнас, правильно ответила Рамиля, которые получают эти баллы. Ну что, подводим итоги нашего первого тура. Азалет три балла набрала. Рамиля и Петр набирают по шесть баллов. Гульнас семь баллов. Кирилл пятнадцать баллов. Переходим ко второму туру, да? Готовы? Перед вами четыре категории вопросов. Это история, это политика, это культура и география. Причем в каждой категории вопросы трех уровней сложности. Пять, семь и девять баллов, соответственно. Давайте начнем с географии за пять. На территории какой современной страны происходила битва на каталунских полях? Ну, смею предположить, что это было на территории Европы, но я не знаю, какой именно страны. Вот это уже хорошо. Ну, может быть, это Италия, Венгрия. Ну, вспоминаем, последний период Гуннской империи. Может быть, это территория современной России? Вот, да, гадать больше не будем, но последняя попытка. Сербии или Болгарии? Сербии или Болгарии. Я думаю, что гадать мы не будем. Эксперты, пожалуйста, слово вам. Нам известно, что это происходило на территории Галии. А Галия, как известно, это основная часть современной Франции. Стоп! Вот как раз Галия – это территория современной Франции. 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 Кирилл, за тобой остается право выбора. История за пять. Как звали сына хуннского вождя, совершившего в 209 году до н.э. государственный переворот и захватившего таким образом власть в свои руки? Маде. Рабеля, молодец, ты получаешь 5 баллов. Ребята, кроме того, Маде нам, конечно, известен тем, что это все-таки один из первых великих правителей хуннской державы. И, собственно, с его именем мы и связываем возникновение хуннской державы и в дальнейшем ее такую блестящую историю. Рабеля, выбор за тобой. Политика за пять. Политика за пять. В каком году в ставку тюркского вождя Бумына прибывает китайское посольство? Ну, хорошо, давайте. Вопрос сложный. Давайте вех хотя бы. Эксперт, вы не против? Давайте я попробую. Да. Ну, может, это 1952-1953 год примерно. Подсказываю. Бумын один из основателей тюркского каганата. Ну, 552-й. 552-й. А так, 552-й. Ну, Гульнас ответила близко к правильному ответу. Дата у нас 545-й год. Именно в этом году к Бумыну, тюркскому вождю, прибыло китайское посольство. Следует сказать, что некоторые историки и исследователи ведут начало первого тюркского каганата именно с 545-го года. Поэтому здесь представлена дата 545-й год. Дата у нас 5 баллов. Ну, что скажут члены жюри? Ну, хорошо, мы согласны. 5 баллов. 5 баллов. Гульнас, право за тобой. Давайте история за 7. Итак, с каким государством тюрки заключают союз для разгрома государства эфталитов? Гульнас опять. Византия. Аварский каганат. Еще один вариант тоже. Может, тогда Хазарский каганат? Ну, немножко севернее пошли. Ну, наверное, достаточно, да? Погадать не будем. Дорогие участники, нужно вспомнить, где располагалось государство эфталитов. Оно располагалось в основном на территории Средней Азии. Ну, и, соответственно, тюрки здесь действовали совместно с Ираном. Так, у нас право выбора остается за кем? За Гульнас. Давайте культуру за 5. Какая мировая религия находит свое распространение в тюркском каганате в эпоху его расцвета? Кирилл. Ислам. Еще какие варианты? Я-я-я-я-я-я-я. Гульнас. Иудаизм. Иудаизм. Еще какие варианты? Христианство. Больше нет вариантов. Правильный ответ, ну? Буддизм. Какой? Буддизм. Прозвучал ответ буддизм. Слово вам, эксперты. Правильный ответ буддизм, конечно же. Опять же, тут достаточно было вспомнить географическое расположение тюркского каганата. Иудаизм не является мировой религией, а ислам в 6 веке еще не по понятным причинам еще его, как мировой религии, еще не было. Поэтому тут правильный ответ буддизм. Ромире опять гол. Так, ну что, подводим некие итоги. Азалия. Общее количество баллов – 3. Петр – 6 баллов. Гульмас – 12 баллов. Кирилл – 15 баллов. Кирилл – 16 баллов. Французскому философу Декарту приписывают такие слова. Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен. Ну, в силу того, что мы с вами, ребята, находимся в здании Национальной библиотеки, мы сочли, что один из конкурсов должен стоять по чтению книг. Тут классики татарской литературы. Это Кулгали, это, конечно же, Мусаджали и Фатых Амирхан. Все эти произведения опубликованы и на русском, и на татарском языке. Так, ну что, Азалия, что будем читать? Я выберу Кулгали и Хасаисов. Восьмидесятая страница, первая строка. Кто желает меня, я того возжелал. И всем сердцем стремлюсь, так в письме написал. И богатству пожертвую все непременно. Предложение принял я сердцем, писал. Вот вернулся посланник, письмо-то вручил, и Таймус от Кафтыра ответ получил. Прочитал и узнал о его содержании, и тот час в дорогу он дочь снарядил. Спасибо, Азалия. Рамиля. Кулгали, Хасаисов, Татарша. Татарша. Так, Петр. Петр, откройте, пожалуйста, 180-ю страницу и начните с первой строки. И развалившись кверху брюхом объятий сладких ждет майор, но вдруг он видит над собой блеск стали и горящий взор. Ты осквернил мой край, родимый, ты мужа моего убил, и раскрываешь мне объятия, чтобы утолить свой подлый пыл. А следующий участник у нас Гульназ. Гульназ. Не насморк, а стихия. Я, душа моя, хочу сказать, а говорю, апчхи я. Достаточно. Молодец. Ну что, Кирилл, мус-мус-аджалей тоже будем выбирать? Да, почему нет? Волки. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет. Чуя запах добычи вблизи, Рыщут волки всю ночь напролет. Разгораются волчьи глаза. Сколько мяса людей и коней. Вот одной перестрелки цена. Уважаемые эксперты, мы с вами должны определиться с баллами. Итак, Азалия. Пять, пять, пять. Рамиля. Пять, пять, пять. Петр. Четыре, пять, пять. Тоже очень хорошо. У нас пять, пять, пять. Ну и, наконец, Кирилл. Пять, пять, пять. Потрясающе! Наступает самый волнительный момент, да? Была бы моя воля, я бы их всех взял по следующий тур. Но, к сожалению, должны пройти только три участника. Итак, Рамиля набирает 31 балл. 30 баллов набирает Кирилл. 27 баллов набирает Гульнас. 20 баллов набирает Петр. 18 баллов набирает Азалия. С грустью должен сказать, что по правилам нашей игры Петр и Азалия, ну вот, не проходит следующий тур. Но мы для вас приготовили подарки. Потрясающая книга Татар Миляошлара. И, кроме того, это сертификат на посещение нашего национального музея. Всех остальных я поздравляю с тем, что вы проходите следующий тур. Дорогие друзья, на сегодня это все. Сегодня мы с вами прощаемся, но ненадолго. До скорой встречи! С вами была вас! Я, честно говоря, стояла всю игру в какой-то дереализации. То есть, у меня все вот так вот в голове кружилось. Я как будто, не знаю, непонятно где. Вот. Немного непривычно. Тяжеловато, может быть. Но, в принципе, все хорошо. Да, согласен с Азалией. Немножечко непривычно. Ну, просто нервничал чуть-чуть. А так все нормально. Буду готовиться в следующем году. С этого года, наверное, даже начиная. И приду в следующем году, дай бог.